Большая часть поправок в Конституцию, принятых, напомним, месяц назад на референдуме, вступят в силу 15 января, то есть через 5 дней. Для их полноценного действия, впрочем, потребуется еще изменить некоторые конституционные законы. А так как часть поправок в основной закон несут в себе совершенно новый правовой характер, необходимо не просто привести в соответствие действующие законы, но и разработать новые. Ну, где-то будут порядки 25, более 25 действующих законов, которые подлежат приведению в соответствии. И где-то порядки 4-5 законов, которые необходимо разработать в новой редакции. Разработку поправок в старые законы, а также написание документов в новой редакции, правительственным органам дается ровно месяц. Так накануне решил премьер-министр. Разумеется, прежде всего речь идет о приведении в соответствии с Конституцией закона о правительстве. В этом документе разработчикам придется изменить сразу несколько статей, поскольку полномочия премьер-министра теперь заметно расширяются. Это и право самому назначать и увольнять министров, губернаторов и акимов. Это и право по утверждению законов, касающихся бюджета и налогов. Закон также должен отрегулировать некоторые особенности работы главы правительства, если он избирается из числа депутатов Джоурху Кенеша. А по измененной Конституции, напомним, он не сможет при этом лишиться мандата парламентария. Кстати, решено, что правительство внесет все законопроекты на рассмотрение Джоурху Кенеша в двух пакетах. По поправкам в Конституционные законы и просто в законы. И с учетом внесенных изменений в Конституцию предусматривается приведение в соответствии с Конституцией Конституционный закон о правительстве. Это в части бюджетного процесса, то есть право обращения премьер-министра подписывать, либо не подписывать закон о бюджете, налоговый кодекс. Поработать разработчикам придется и над новой редакцией закона о международных договорах. Поскольку если их приоритетность была указана в самой Конституции, то теперь она должна быть отрегулирована отдельным Конституционным законом. А в нем, как указывали инициаторы Конституционных поправок, должен быть прописан как раз приоритет национального законодательства. Ну, прежде такого не будет. Уже через неделю вступит в силу закон о внесении изменений в Конституцию Кыргызской Республики. И те вопросы, которые вот кроме касающихся правительства, полномочия депутатов, полномочия правительства, остальные вопросы уже вступят в силу. Это означает, что те инициативы, которые мы предлагали, то же самое вот семейные ценности, нравственность, о том, что женщина и мужчина, если мужчина не могут жениться, это все уже вступает в силу. Напомним, поправки в пять статей Конституции, принятых на референдуме, вступят в силу лишь в декабре этого года. И в основном они как раз касаются полномочий правительства и депутатов. Парламентарии говорят, что все проекты законов, предложенные правительством, Джогурху Кенеш будет рассматривать безотлагательным. Часть документов депутаты обещают разработать сами. Манас Ачгитов, Александр Симонов, НТС.